МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преднимание, церковь стоит на острове в окружении воды. Среди большого озера Ильмин. И все наполненные влагой ветра обрушиваются на него. Храм приводит в порядок, но этот порядок сохраняется очень долго. А вот последние годы возникла еще одна проблема. Мы очень надеемся, что, может быть, в нынешнем году ее удастся как-то преодолеть. То есть озеро стало мелеть, реки, впадающие в него, тоже стали мелеть. Уровень воды в озере понизился. В итоге подвезти серьезные строительные материалы, например, даже летом по воде оказалось невозможно. Только очень маленькие лодочки могли подойти близко к острову. Значит, есть надежда на зиму. Но и зимы оказались очень теплыми. То есть замерзание такое, чтобы возник серьезный лед, не происходило. Церковь получила известность не только росписью и статусом первого новгородского храма, построенного после монгольского разорения. Святой Николай на храмовой иконе считается лучшим изображением в православной церкви. Она сохранилась в музее, пройдя эвакуацию войну. Новгородцы не спешат расставаться с иконой даже на короткое время и даже ради участия в известных мировых выставках. Буквально где-то лет 15 назад, когда в мире отмечался юбилей архиепископа мира икийских Николая, имя которого носит этот храм, была особо колоссальная выставка в баре, там, где находится тело святителя Николая. Но вот к нам обратились с просьбой, не могут ли они выставить изображение иконы из церкви Николана Липни. Мы сказали, да, но доставить его будет трудно. Мы сказали, нет, ценность этого памятника, мы понимаем, мы далеки от мысли перевозить его в Италию только вот ради того, чтобы на него посмотрели. Он более ценен. И когда вышел альбом со всеми изображениями святителя Николая, на обложке этого альбома была изображена новгородская икона. Это считается лучшим изображением святого православной церкви. После войны храм обследовали архитектора Москвы. В конце 70-х в нем укрепили монументальную живопись. Последние 20 лет крупных работ на храме не проводило. Специалисты ежегодно оценивают состояние объекта и составляют заявки. С 92-го года музеем-заповедником и службами нашего музея-заповедника ведется ежегодный мониторинг. Мониторинг состояния как в части архитектуры, так и в части монументальной живописи. То есть это специалисты Центра монументальной живописи, это специалисты отдела капитального ремонта, научной реставрации. То есть составляются акты осмотра. На основе этих актов составляется программа по поддержанию памятника в надлежащем виде. И также формируются заявки на получение субсидий. Или вот как сейчас действует программа федеральная целевая, это культура России, вот подача заявок на ремонтно-реставрационные работы. Музеям-заповедникам неоднократно были поданы такие заявки, начиная с 2013 года. В этом году мы подавали заявку на 2017 год. И теперь церковь, закрытая для экскурсионного показа, стала ближе к масштабному восстановлению. Письмо губернатора о выделении средств для реставрации храма председатель правительства расписал министру культуры Мединскому с резолюции проработать вопрос о восстановлении церкви 1292 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова